Как создать тесты в Kundelik KZ. Войти в систему Kundelik KZ и в раздел «Приложения», затем выбрать приложение Kundelik теста. После нажатия на кнопку «Подробнее», открывается окно с описанием приложения и кнопкой перехода в приложение «Открыть». После входа в приложение откроется личный кабинет с кнопкой создания предмета. Перед созданием тестов необходимо создать предмет. Для создания предмета нужно нажать на кнопку «Создать предмет». Откроется окно с выбором следующих пунктов. Школа. Название класса. Предмет. После выбора всех пунктов нужно нажать на кнопку «Создать для создания предмета», Затем откроется страница предмета, где будут отображаться шаблоны тестов и четыре стандартных раздела. Название раздела можно редактировать, нажав на иконку карандаша и ввести нужное название, а затем нажать «Интер» для завершения редактирования. Кнопка «Добавить вариант теста» создает новый тест и открывает окно редактирования теста. В открывшемся окне в поле «Название» необходимо ввести название теста, например, «Сор за вторая четверть». В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Редактировать тест». В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Добавить вопрос». В открывшемся окне создание вопроса для теста в текст вопроса необходимо ввести вопрос теста. В окне «Вариант ответа 1» вводится один возможный вариант ответа. На каждый вопрос возможно ввести 4 варианта ответа. После ввода ответа на вопрос необходимо выбрать его правильность. Каждый вопрос имеет 1 балл. После того, как вопросы и ответы будут внесены, изменения нужно сохранить с помощью кнопки «Сохранить», расположенной внизу страницы. После того, как все вопросы будут добавлены, на этой же странице нужно нажать на кнопку «Завершить редактирование». После завершения редактирования откроется страница пробного тестирования для учителя. Функциональность предназначена для сверки и проверки ранее созданного теста на наличие ошибок или недочетов. При создании теста программа выстраивает иерархию по категориям. При удалении определенной категории теста раздела предмета, вся связанная с этой категорией информация будет удалена безвозвратно. Первая категория – «Предмет». Для удаления предмета необходимо Перейти в личный кабинет. Нажать на три точки, расположенные рядом с названием предмета. Выбрать вариант действий «Удалить». После удаления предмета, вся связанная с ним информация, разделы тесты, вопросы тестов и варианты ответов, будет безвозвратно удалена. Вторая категория – «Раздел». Для удаления раздела необходимо Перейти в личный кабинет. Нажать на три точки, расположенные рядом с названием предмета. Нажать на кнопку «Редактировать». Откроется главная страница с курсами. И нажать на «Удалить раздел». После удаления раздела, вся связанная с ним информация, тесты, вопросы тестов и варианты ответов, будет безвозвратно удалена. Третья категория – «Тест». Для удаления теста необходимо Перейти в личный кабинет. Нажать на три точки, расположенные рядом с названием предмета. Нажать на кнопку «Редактировать». Откроется главная страница с курсами. Удалить вариант теста. Четвертая категория – «Вариант вопроса из теста». Для удаления вопроса из теста необходимо Перейти в личный кабинет. Нажать на три точки, расположенные рядом с названием предмета. Нажать на кнопку «Редактировать». Откроется страница с вопросами. И нажать на корзину. Для просмотра результатов проведенного тестирования, необходимо перейти в личный кабинет и нажать на стрелку рядом с названием предмета.